Glory, Alleluia to our Lord! Аминь! Слава Господу! Это прекрасно, когда на разных языках славят Господа, и Господь приемлет хвалу. Хорошо, есть, знаете, написано чудесное слово «правым прилично словословить». Оно очень отрезвляет, делает паузу, заставляет подумать и что-то скорректировать. Вот, знаете, когда-то я вам уже рассказывал, что учился в харизматическом таком библейском институте, и я видел очень много, как вот прославляют Бога. И когда вот это слово пришло, оно, многие вопросы, которые накопились, которые были непонятны, оно многое поставило на место. Хорошо, когда мы понимаем, что мы оправданы. Хорошо, когда мы в мире с Богом. И когда мы славим, тогда не просто уста наши, тогда сердце наше славит Господа. И пусть так всегда будет. Аминь! Мы обратимся в это время, которое у нас осталось, обратимся к Слову Божию, чтобы еще раз вникнуть и порассуждать над тем, чему учит нас Господь. Когда-то в конце 80-х я работал на заводе, и у нас в бюро, когда подходило время обеда, то все говорили, вот и настала самая приятная часть рабочего дня. Действительно, всегда этого обеда почему-то ждали. Выделялось 40 минут на обед. Но вот когда уже приходит время обеда, то как-то себя по-особому чувствуешь. Если вы чувствуете себя по-особому в то время, когда наступает время проповеди или время разбора слова, или время, когда вам Бог открывает, дает какое-то откровение, и вы чувствуете это для вас самая приятная часть дня и выходного, и рабочего, то это косвенное свидетельство о том, что у вас духовный человек живой, потому что Слово Господне питает души наши. Мы им питаемся. И вот сегодня, чтобы еще раз подкрепиться этим Словом, обратимся к Слову Божию. И место, которое мы будем читать, оно записано в книге «Бытие». А глянемся на это событие, на времена древние. Там очень много есть поучительного для нас. И прочитаем 22 главу. Не полностью мы прочитаем это повествование, такой отрывок из жизни Авраама. Авраам был отцом не только еврейского народа, Авраам стал отцом всех верующих. Так говорит Писание. И вот есть очень назидательная часть его жизни, и мы прочитаем это в 22 главе. Итак, «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Здесь делаем паузу. Итак, Авраам получает повеление от Бога. Ожидал ли Авраам такое повеление от Бога? Не ожидал. Я уверен, что не ожидал. Мы когда-то уже читали это место, но я сегодня хочу его предложить вам еще раз, чтобы мы порассуждали о том, что такое послушание и почему оно так важно перед Богом. То, что мы сейчас только что прочитали, это приводит в какой-то ступор многих людей, особенно неверующих. Они говорят, какой жестокий Бог, что это, как это можно понимать и зачем ему понадобились человеческие жертвы. Но с самого начала Слово Божие говорит, что это Бог искушал Авраам. Зачем? Он хотел что-то узнать. Мы к этому вернемся. Но когда Бог говорил Аврааму, то Он сказал, обратите внимание, какими словами. Он сказал, возьми сына твоего, единственного твоего. Почему единственного? Потому что Бог сказал ему, что именно в этом сыне наречется все наследие твое. И вот единственного твоего возьми, которого ты любишь. Исаака. То есть, Бог уточняет сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Исаака. Я представляю, как каждое вот это слово, как оно ранило сердце Авраама. И пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Что здесь можно ожидать? Вот представьте, если вы не знаете, что было дальше, если вы первый раз вот это читаете, что можно ожидать от Авраама, что сейчас будет, что произойдет, спрогнозируйте. Здесь может быть какой-то вопль, здесь может быть непослушание, или здесь может быть бесконечные торги с Богом, или очень много вопросов. Но смотрите третий стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Ни слова возражения, никаких вопросов. Неужели ему это легко было делать? На третий день, четвертый стих говорит, Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Здесь еще одну паузу сделаем. Издалека Авраам увидел это место на третий день пути. Вы понимаете, это не то, что иногда человек делает что-то то, что не может сделать. Он доведенный до отчаяния, так самоубийцы иногда. Они себя уговаривают, что один момент и все. Здесь не обходится одним моментом. Бог ему дает повеление и говорит, я тебе укажу, где это сделать. И указывает ему расстояние, которое более трех дней пути. Это каждый раз Аврааму нужно было уснуть и проснуться. Проснуться и подумать, так, что сегодня за день? А потом, ой, как это бывает. Бывает, просыпаешься в хорошем настроении, пока не вспомнишь, что вчера был. Бывает такое? Пару секунд хорошего настроения, а потом, ох, все. Вот представьте себе вот этого. Да я вообще не знаю, мог ли он спать. В каком он состоянии пребывал столь длительное время. Ну, и если так попросту говоря, зачем его Бог так мучил? Читаем дальше. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой, он сказал, вот огонь и вот дрова, а где же ахнется для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе ахца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Вы знаете, если бы мы разбирали это место, ну, вот эту главу раз десять по часу, то тут хватило бы вот о чем рассуждать. Каждый стих очень емкий, но время ограничено. Обратим внимание лишь на некоторые из них. Одиннадцатый стих. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Ангел сказал, не подымай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще, рогами своими. Авраам пошел, взял овна, принес его во всесужение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Потому и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся всем не твое, все народы земли, за то, что ты послушался гласа моего. И возвратился Авраам к оторкам своим и встали и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. Итак, Господь сказал Аврааму, что он послушался голоса его. Как вы видите, дело не было в самой жертве. Бог не ожидал принесения этой жертвы. Авраам не принес жертву, но Бог сказал, что он послушался его, потому что он уже решил послушаться Бога. И только в Новом Завете, нам Новый Завет открывает, что было на сердце у Авраама. Авраам втайне надеялся, что всемогущий Бог, который дал ему обетование в сыне его, он понимал, что это не может быть другой сын, потому что Господь говорил ему перед этим об этом сыне, что он не может его истребить. И он втайне надеялся, что Господь воскресит его. Но Господь не хотел его воскрешать. Господь не хотел, чтобы Авраам приносил жертву. И никогда ни в Новом Завете, ни в Ветхом Завете, нигде мы не видим, чтобы Бог требовал человеческую жертву. Что же это за исключение было? Это просто, как говорит первый стих, Бог искушал Авраама. И Господь, как мы читали, сказал, что он видит, что он теперь это увидел. Мы это с вами понимаем. Что Господь знал наперед. Он знал, что сердце Аврааму настолько предано ему. Но зачем тогда он искушал его? А вот, братья и сестры, а мы откуда бы знали, насколько сердце Авраама предано Богу? И вот нужно было допустить вот этому случиться. И этот человек пережил неимоверное страдание, стал потом на века, на тысячелетия, стал ярчайшим примером преданности Богу, примером веры и послушания. Господь дважды сказал Авраам, Авраам, когда остановил его руку. И дальше смотрите, как это даже трудно постичь. 15 стих и вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь, неким высшим было клясо и Бог поклялся сам собой, что обетование Бога это было как он ему и раньше, если вы читали бытие, то он ему уже говорил о том, что произведет народ от него, будет как песок морской. Здесь это как уже написанные документы, как печать приложена. И так и случилось. Тысячелетия прошли и мы видим, что так и случилось. кто-то говорит, почему они, почему их, почему не других, чем они, ну, всякие разговоры сегодня ведутся. А вы посмотрите, как вера одного человека, насколько была оценена Богом. Беспрекословная, смиренная, то, что мы уже сегодня слышали во время первой проповеди, такая, знаете, он кротко, смиренно, без лишних вопросов, был готов послушать Богу. И вот это слово, на которое я обращал ваше внимание, что «которого ты любишь», это очень важное слово, потому что в жизни каждого из нас есть что-то, что мы больше всего любим. И если вы верующий человек, то у вас не должно быть ничего, чего бы вы не могли оставить ради Бога. Для многих людей, это мы говорим, что это идолы, да, ну, никто, конечно, им не поклоняется, жертвы не возносит, но у каждого человека есть какие-то привязанности, о которых он знает, что он не готов ими пожертвовать. И каждый знает, что это такое. У каждого это может быть свое. когда Господь хочет, чтобы ты что-то принес в жертву, то в голове могут сразу появляться куча мыслей, а я вот то принесу в жертву, а я вот то, а я буду молиться больше, а я вот то сделаю, а я вот то сделаю. Но Господь говорит, вот то, которое ты любишь. Вы понимаете, что это значит? Если мы действительно любим Бога, если мы верны Богу, если мы доверяем то у нас ничто не должно быть такое, чтобы стало между Богом и нам. И ничто и никто. Вы знаете, послушание Божьему Слову, оно как тогда было актуально, так оно актуально и сегодня. Очень много пострадал потом наследники Авраамовы очень много пострадали от собственного непослушания. очень много и с жизнью распрощались, очень много себе навредили, путь свой удлинили, многие умерли не дошедшие до земли обетованной, и так продолжалось во все времена. И сегодня это не менее важно, потому что Бог наш Создатель, Бог наш Отец, и у Бога болит сердце, будем говорить образно, о детях своих не меньше, чем оно болело у Авраама, о сыне своем. Но мы не всегда это осознаем, мы не всегда это понимаем, но Бог Он наш Отец. И почему Он требует к себе такого послушания? А просто потому, не потому, что как некоторые критикуя говорят, а что вы верите в такого Бога, Он у вас какой-то тиран, требует безоговорочного повиновения, прочее. Нет. Бог просто знает, что не послушание Ему принесет огромный вред человеку, а послушание Ему принесет человеку откроет вот благословение вовсю ширь. Бог это знает. И поэтому учит нас и требует от нас повиновения. Многие удивляются, почему Бог требует славы только себе и запрещает славить кого-либо другого. Как-то мы рассуждали об этом, и мой брат говорит, знаешь, мне так открылось, что слава это яд. И как только человек получает славу, он сразу отравляется ей. И Господь не допускает, он не хочет допускать этого. И говорит нам, и учит нас, чтобы мы не прославляли людей, чтобы мы не делали этого, а воздавали славу Богу. Слава принадлежит Богу, и когда мы воздаем славу Богу, мы как бы благословляем сами себя тем же самым. Мы занимаем место, которое нам предназначено. Мы не дерзаем занять не свое место, как некогда сатана поступил. Поэтому как правым прилично словословить, так вот верующим прилично повиноваться Богу. И это разумно. Еще одно место есть очень интересное об этом послушании, это записана первая книга Царств, пятнадцатая глава. Первая книга Царств, пятнадцатая глава. 22 стих 22 и 23 И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что и дало поклонство за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Мы видим, насколько важно послушание и насколько тяжело непослушание, насколько тяжелы его последствия. Но, тем не менее, вы знаете, и до сего дня нам иногда свойственно торговаться с Богом. Мы поступаем часто, как малые дети, которым стоит дать какое-то поручение, они начинают задавать множество никому не нужных вопросов. Почему сегодня, почему не завтра, почему не вечером, почему я и такое подобное. Это глупые вопросы, они даже и не ожидают ответов на эти вопросы. Эти вопросы возникают только потому, что не хочется выполнять. Слово Господне, оно довольно ясно. Иногда бывает, что мы не знаем, как поступить, и мы нуждаемся и просим, чтобы Господь открыл, как нам поступить. Но очень часто бывает так, что в глубине души мы понимаем, как поступить, да и Слово Господне весьма, как бы сказать, недвусмысленно, поступать, как Слово Господне велит, как говорит учение Христово. И мы начинаем придумывать какие-то оправдания себе, чтобы не выполнять это слово, или чтобы сделать по-другому, сделать по-своему. Иногда нам кажется, что если мы послушаемся, мы поступим глупо. А если не послушаемся, то это будет мудрое решение. Я вот помню один такой пример, когда-то я его слышал от моего учителя, он рассказывал, я не знаю, притча это или в самом деле было, но суть вот в чем. В одном монастыре настоятель искал послушника. Может, я вам даже и рассказывал, он искал послушника и к нему приводили многих кандидатов, что он так выбирал, проведет собеседование и пошел кандидат домой. Другой другого привели, там рекомендовал тот-то и тот-то, ну послушал он с ним поговорил, пошел домой. И так много к нему уже пришло и он всех отправил, никто его не удовлетворил. Вот он никем не был доволен и всем отказывал. Уже и роптали на него, что ну, что он такой требовательный, что он такой въедливый, что ему нужно в конце концов. И вот однажды ему посоветовали, сказали, есть такой вот кандидат. молодой вот человек, такой кроткий, такой вот он и послушный, а до чего сообразительный, до чего умный. И вот ну просто, ну, по-моему, там ему говорят, что уже лучше нету просто. Такой кандидат хороший. Ну, хорошо, приведите его ко мне. И вот он пришел, и тот его собеседует, расспрашивает, а почему ты так решил, а вот какие у тебя планы, а что ты умеешь делать, а чем ты занимался. Ну, и вот как-то он отвечал на все вопросы так, что этому настоятелю сильно понравилось. И он говорит ему тогда, ну, знаешь, у нас просто тут жизнь такая, мы отрезаны от всего общества, и говорит, здесь у нас часто придется работать руками, ручной труд, надо уметь и с дерева что-то делать, надо уметь и на огороде вот работать. Он говорит, я это все постиг, я это умею. Ну, что же, тогда пошли. Собеседование закончилось, и он вот его уже ведет, посмотреть на практики. И он его ведет на участок земли и берет такую пику и делает луночки в земле. Так равномерно, красиво делает луночки и говорит, сегодня мы сажаем капусту. Дает ему рассаду, маленькие такие вот капусты, кто сажал тут в курсе, да, росточки, и говорит, делай так, как я тебе показываю. И он берет эту капусточку, вверху листочки, внизу корешок, он переворачивает и сажает в луночку, присыпает, листочков не видно, корешок торчит. Он так одну посадил, другую, тот смотрел, молчал, как-то воспитанный человек, тактичный, и ему тогда наставь говорит, все, я пошел, я скоро вернусь, а ты вот этот участочек, ты должен его засадить. Все, получил задание. Он колебался, он думал, ну что-то же не то, наверное же он меня проверяет, я разбираюсь или не разбираюсь. Он взял все, посадил, как понимал, и даже то, что настоятель посадил, он так, знаете, тактично переделал, и вся капуста красиво посажил. Настоятель возвращается, посмотрел, говорит, отрок, отрок, агрономов у нас хватает, у нас послушания нету. Человек тоже экзамен не сдал. Понимаете, вот очень важно понимать, что Господь ждет от нас послушания о несообразительности или какой-то смекалистости, потому что нету мудрее, чем Бог. Все ведение и разум у Бога. И если Господь говорит, поступи вот так, то нужно поступить так, как Он говорил. Слово Божье, вот сегодня мы уже слушали Нагорную проповедь. Есть один стих, это в той же пятой главе Матфея, там есть стих сорок, там написано так, кто хочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, то что написано? Отдай ему и верхнюю одежду. Все христиане это читают, все христиане это знают, но когда случается какая-то тяжба, то не гнушаются судиться верующий с верующим, да еще и перед неверными. Бывает такое? Бывает. К сожалению, бывает. А почему судиться? И находят оправдание, разные места в Писании, то там, то там, а вот тот судился, а там той тоже судился, но тут же четко написано. Не хочется просто делать так, как написано. И вот когда не хочется делать так, как написано, то ищется, очень изучается Писание не для того, чтобы понять волю Божию, а для того, чтобы выискать себе оправдание, которое я уже решил, что я не послушаюсь, я по-другому сделаю. А вы представьте себе, что вот человек, который решил послушаться и который просто объясняет свои действия, говорит, слушай, ты хочешь у меня это отобрать. Я думаю, что суд будет на моей стороне. Я даже уверен в этом. Но слушай, слово Господне, я верующий, слово Господне учит, чтобы я тебе это отдал и еще больше отдал. И я хочу выполнить слово Господне. Поэтому давай, не будем судиться, я тебе отдаю, что ты еще хочешь, то я тебе добавлю. Вы понимаете, так поступает очень мало людей на самом деле. Но вот тот, кто так поступает, вы понимаете, что вот свидетельство от одного такого поступка, оно более эффективное, чем проповедь заокеанского известнейшего телепроповедника, который говорит у нас на стадионе. Мы не видим, что внутри происходит, мы видим то, что камеры показывают, но мы не знаем, там кто-то обратился всем сердцем Господу или нет. Но когда человек вот так поступает, то я сам свидетель, что человек умирает, после него второе и третье поколения это знают. И говорят, вот это вот был настоящий евангелист, вот это был настоящий верующий. И Господь предоставляет нам возможность вот стать вот таким настоящим евангелистом буквально за пять минут и выполнить может быть важнейшее, может быть не будет более яркой поступка в нашей жизни уже до смерти может быть не будет. И вот нам дан этот шанс, но мы слишком мелкие люди, чтобы им воспользоваться. вот как жалко, вот как жалко, потому что вот то самое великое, чтобы мы могли вот прямо сейчас взять, мы не берем, потому что мы думаем, что мы умнее. Мы думаем, что это слишком глупо или просто мы сильно жадны. И это не дает нам возможности вот прославить Бога, возможности действительно быть христианином. Слово Господне ясно говорит, и очень часто мы понимаем волю Божию. Но, как я говорил, как дети, начинаем или задавать кучу вопросов, или просто как-то извращать Писание. Что же будет, если мы, понимая, как нужно поступить, а Слово Господне все учит, как мы должны поступать, Слово Господне учит, как мы должны Бога прославлять, Слово Господне учит, как мы должны благовествовать, как мы должны поступать с окружающими, Слово Господне учит, как мы должны одеваться, Слово Господне много, если мы хотим знать, то Слово Господне очень многое нам говорит. Но, когда мы начинаем придумывать и говорить, ну, это не актуально, потому что это нам не относится, а это к нам тоже не относится, а это относилось только к тому народу, а это как-то, и мы как бы, мы себе как-то делаем более комфортную жизнь таким образом, но в результате, если это к нам не относится, то и благословение к нам не относится. И поэтому жизнь таких людей, духовная жизнь, она очень скудна, она несчастна, она просто, есть такое слово по-украински, жалюгидна, то есть достойна сожаления. Если же мы повинуемся Слову Божию, вот смотрите, в простом примере мы взяли и выполнили, сейчас уже недостает времени, есть очень красивые, очень яркие примеры в Писании, когда народ Божий слушал, какое благословение получал. Своими словами только, вот напомню, мы с вами уже разбирали, вокруг Ерихона ходили, вот, все сделали, как Бог сказал, хотя кажется, ну глупо, вот что это, вот что это значит ходить, молчать вокруг, вот что это такое, но Бог сказал, не спорили, вот все так и сделали, протрубили в трубы, стены сами собой взяли и упали. Вы понимаете, что великие дела Божьи освобождаются тогда, когда с нашей стороны есть доверие и есть послушание. Пусть Господь поможет, вооружит нас этой мыслью, чтобы когда у нас, а у нас они были, и еще будут вот эти выборы в жизни, если Господь продлит жизнь нашу, чтобы мы поступали мудро, чтобы мы полагались на Господа, а не на мудрость свою. Аминь. Будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok